Десятая научно-практическая конференция с международным участием «Московская трансплантология» прошла 18 ноября в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Темой юбилейной конференции были трансплантационные программы в современных реалиях. Трансплантология – это одна из наиболее высокопехнологичных и наукоемких отраслей медицины, которая в себя вовлекла, ну, пожалуй, все достижения других направлений медицинской науки. Это наиболее сложное направление, и отвечает оно, конечно, за спасение жизни людей, потому что пациентами трансплантологов являются те люди, которые находятся одной ногой, к сожалению, уже не с нами. Конечно, такие сложные направления медицины и трансплантологии требуют регулярного общения для того, чтобы улучшить ее результаты, увеличить количество трансплантаций, в первую очередь которых все равно недостаточно, и улучшить их результаты. В программе конференции особое место было уделено деятельности Межрегиональной общественной организации «Общество трансплантологов» и Московской научной школы трансплантологов. Москва относится к городам, которые имеют активно развивающиеся направления в трансплантации, развиваются донорские базы, развиваются центры по трансплантации. На настоящий момент в структуре московского здравоохранения это три глобальных центра. Увеличивается количество органов, которые можно пересаживать, и увеличивается, расширяется профиль центров, которые могут выполнять пересадки не только почек, но и печени, сердца, легких и других солидных органов. В этой связи очень большое значение в Москве уделяется организации этого процесса. То, что мы сейчас имеем, это постоянно растущий уровень трансплантационной помощи. Активное участие в работе конференции принимали зарубежные специалисты. Очень рады, что сегодня мы здесь встретились с ведущими профессорами России. Из Турции три наших профессоров трансплант-хирургов здесь будут докладывать, и заодно глава радиологии расскажет про новые возможности, которые имеются в Турции. Форумы трансплантологов не обходятся без обсуждения этических вопросов. Сейчас особенно идет разговор о применении органов от животных, как их обрабатывать, как их влияние на общество, как люди смотрят на это, как ученые с этим будут работать. И поэтому надо делать такое, найти среднее такое, чтобы люди могли найти самое такое ясное, самое полезное, и использовали для излечения необратимых процессов в организме человека. И надежды иногда есть только, когда мы найдем орган от живого человека, предпосмертного или даже от животных в будущем. И еще о будущем трансплантологии. Я думаю, большое будущее – это за клеточные технологии, за выращивание ауизоутологичных стволовых клеток того или иного органа, который необходим для спасения жизни больного, до которого будут выращивать ауизоутологи. И когда это научатся делать мировое сообщество, проблема лечения тяжелых больных, которые находятся уже в последней стадии развития заболеваний, будет решена, миллионы людей будут спасены. В рамках конференции прошло традиционное награждение памятной медалью Демихова за вклад в развитие трансплантологии. Продолжение следует...